Чтобы улучшить данную модель, я вижу, просто завесить весь салон шторками, и тогда будет более-менее... Всем привет! Вы смотрите канал Toy House, и если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня у нас на обзоре будет автобус Pass 32053 от фирмы Autotime. Купил я его не в сетевых крупных магазинах, а в маленьком магазине игрушек, потому что в сетевых магазинах на данный автобус довольно-таки высокая цена. Этот автобус я купил всего лишь за 615 рублей, и считаю, что это как бы, ну, реальная цена данного автобуса. Даже можно было, конечно, и поторговаться, может быть, рублей за 500. Это красная цена данному автобусу. Ну, 600, как бы, куда еще не шло. Так, масштаб данного автобуса на коробке не указан, может быть, он указан на днище. Давайте открывать. Коробочку не буду пока выкидывать. Так, и начнем мы обзор с коробки. Кому интересна история автобуса, здесь это присутствует, и вы можете поставить на паузу, в принципе, и почитать, что такое автобус Pass и где он изготавливается. У нас это паз служебный, вот написано здесь даже на коробочке, вот здесь вот сверху, служебный пазик. Что мне понравилось с данной моделью, что модели от Автотайма обладают довольно-таки неплохой расцветкой, естественной. Вот такой данный автобус, например, стоит у меня возле двора и обладает вот именно вот прям, ну, такой вот расцветкой, как и здесь она присутствует. Также я видел газовую службу, у меня есть также обзор на газовый пазик на моем канале, можете посмотреть. Так, видел я военный, он тоже, в принципе, все расцветки прям нормально сделаны. Единственное, есть расцветка, это такси, такой желтый и с шашечками. Вот такого пазика я никогда в жизни не видел. Если вы видели, как бы, то напишите мне в комментарии, будет интересно послушать. Я никогда не видел желтый пазик с шашечками, и чтобы было написано такси. Ну что ж, ладно, давайте переходить к модели, и что здесь у нас интересного. Как отметил я, расцветочка довольно-таки неплохо сделана все здесь. Что с этой стороны, что с этой. Вот здесь вот есть небольшой такой, как бы, косячок, но ничего не поделаешь. Можно что-то там будет подкрасить, либо стереть попытаться. Ну, как бы, ничего страшного в этом я не вижу. Так, давайте перейдем к передней части автомобиля. И у нас головная оптика выполнена из пластика, а вот габаритные огни и поворотники, они покрашены. Они покрашены, но, смотрите, довольно-таки неплохо. Они все здесь прокрашены и сделаны, в принципе, довольно-таки неплохо. На лобовом стекле у нас присутствуют дворники, которые сделаны вместе со стеклом. При желании их можно покрасить, я думаю, в какой-нибудь черный, серебряный цвет, и будет смотреться довольно-таки неплохо. Также у нас здесь имеется декаль, что это служебный автобус. Больше декалек по автобусу никаких нет. Двери у данного автобуса не открываются, вообще нет открывных элементов. Весь он застеклен. Единственное, почему-то вот на вот этой распашной двери почему-то нет стекол. Зачем, я не знаю, чтобы туда воздух попадал, либо чтобы лучше нам заглядывалось туда, я не знаю. Там мы можем, кстати, посмотреть такой вот, ну, можно сказать, ущербный салон, который просто взяли топор и порубили эти квадратные сидушки. Посмотрите, как это все выглядит грубо. Даже если его красить, я думаю, ничего хорошего не выйдет. Единственное, что сделать, чтобы улучшить данную модель, я вижу, просто завесить весь салон шторками. И тогда будет более-менее, как бы, нормально смотреться. Так, давайте к задней части автомобиля перейдем. И на задней части автомобиля у нас фары также прокрашены. И это, я могу сказать, минус, потому что люди сейчас, которые занимаются освещением модели, если, например, спереди они сделают свет, то сзади будет это реально очень, ну, сложно. Не то, что сложно, ну, даже, можно сказать, в некоторых случаях и невозможно. Но, кто сделает это, тому, конечно, я передаю большой респект и лайк. Обязательно посмотрю видео, как осветить такой базик. Будет интересно. Так, колеса у нас на резиновых покрышках. Вот колеса, кстати, довольно-таки тоже, естественно, сделаны. В принципе, все. Все выштамповочки. Кстати, вот видите, габаритные огни, все они вместе с кузовом сделаны. Покрашены просто красочкой. Давайте перейдем на нижнюю часть автомобиля. Снизу у нас, ну, да, и, как я и сказал, масштаб не указан. Здесь написано просто, что это паз 32053 и все. Но, кстати, сделана вот довольно-таки неплохо выхлопная труба. И присутствует запасное колесо. Причем запасное колесо сделано у нас с резиновой покрышкой. Тоже довольно-таки прикольно. Так, разобрать данный пазик можно. Два болта. Вот и вот. Раскручивайте и, как бы, легко можно его разобрать. У данного пазика присутствуют зеркала. Зеркала у нас отлиты вместе с дверью. Но, мне кажется, они, как бы, немножечко мелковатистые. В общем, вот такая вот модель. Давайте посмотрим, что у нас тут у водителя в кабинке. Ну, небольшая проработочка там какая-никакая есть. Но совсем, 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 я бы сказал, плохенькая. В общем, вот такая модель. Масштаб, как нам теперь стало ясно, он неизвестен. Я предполагаю, что он, конечно, близок к 1, к 43. Но надо мерить с другими моделями. И тогда уже смотреть. В общем, если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и, в общем, до скорых встреч. Всем пока!